Вот здесь широкая файна, а здесь очень узкий золок такой, да? Вот вы эти желоба с тонким ремнем вот так намерите и делайте вот здесь не одинарное, а двойное ремень В чем дело? А видите вот этот кусочек зубов, такой вален светлый с ингулем? Он есть у основания каждого зубного ремня Вот так У тебя она гораздо выше, чем шире У тебя нос? Да Я бы сказала Нос он, так сказать, вытянутый Да Сразили глубоко плавно Можно конечно... Народ, дойдите сюда, это с некоторым приемом Очень хорошая основа Вот идет шов Сначала шва Делайте посильнее Вот так Точки пересечения швов Делайте посильнее И что у вас сразу С ощущением объема? Нормально Лучше Так Вот видите, сила линии не одинаковая по всей длине Она немножко меняется Это подчеркивает объемы Это подчеркивает объемы И Решил бы для себя вот какой хитрый вопрос Где использовать заливку? Во-первых, височная яма Во-вторых, вот эта часть черепа При этом, здесь все элементы заливаются с одинаковой силой или нет? С разной С разной, понятно При этом, сейчас показываю, как делается заливка Во-первых, карандаш обязательно должен быть заточен по толстому углу То есть, большой кусочек грифер должен быть свободным Вот так Ножичек с заточкой у меня есть, если надо Сейчас дам Нет-нет-нет, это не подойдет совсем Угол намного острее должен быть Так И после этого, не вот так держите карандаш Как вы работаете, а вот как Кладете его почти горизонтально И вот, смотрите, что получается Обратите внимание, какие-нибудь линии, черточки Остаются или не остаются в этом случае? Остаются Линии остаются И держите все эти линии А теперь я сделаю вот что Под прямым углом А теперь в третьем направлении Интенсивные заливки регулируются Можно еще вот таким Курдовым движением после Регулируется просто Количеством проходов по этому участку бумаги Сильно нажимать не надо вообще ни в коем случае Не нужно Аккуратненько, тактичненько Вот Есть одно обязательное правило Если заливка подходит Какая-то Какая-то Линия у вас, да? Ни в коем случае Не должно быть Светлой полосы Между заливкой И контуром Вот здесь Аккуратненько Обязательно Все заполнение Сделайте Иначе Никакого хорошего Эффект не получится Идея ясна? Да Рубльте Аккуратненько 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 Открылась ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это же места для сосудов? Да, это артериальные опыта. Они есть у всех. Есть, конечно. Раз, два, три. Промежуточные я слева положу, а однородные я заливаю справа. Ну, вот здесь. Слева это промежуточная вариант заливок, справа однородные. Как вы видите, здесь выбираются тон и строго вот на тоне работают. Ну, а здесь в некотором смысле модерируют тени. Хотя, конечно, не совсем тени. Чтобы не потерялось ощущение рога, надо уже не заливкой, а... Так, ребята, короче, очень мягкий карандаш есть. Мягче, чем три. Вот так бывает, когда использовал полностью силу карандаша, старайтесь этого никогда не делать. Потому что если возникнет необходимость провести более яркую линию, вы просто не сможете сделать. И когда работаешь заливкой, я говорю, вот видите, у вас здесь светлые пятна остаются. Ни в коем случае. Аккуратненько убрать. Чтобы одинаковый тон подходил прямо к линии. Только тогда будет нормальный эффект. Вдоль верхней границы чуть поярче. Вот так. Здесь сделаем наоборот узенькую. Вот так вот полосочку. Смотри, что сразу получилось. Так. Не надо здесь вот эту полосочку. Не линии, а как вы видите, поле. Что-то главное. Ну, а что ощущение объемности вот этого участка возрастает? Ну, и вот эту часть обязательно взорву. Попробуем просто такой же сливой или даже чуть-чуть сливой. Вот такой силой цвет. Я же только что говорил. Не нужно сильно нажимать. Смотри, у тебя что темнее. Вот эта часть или глазница? Глазница. А как ты сделаешь более темную глазницу? Ты использовал всю симму карандаша. Ребят, сдерживайтесь. Не надо пачкать бумагу зря. Усилить штриховку всегда нужно. Ослабить, собственно, ластиком тоже нужно. Но почти наверняка будет грязь. Довление. Вот эту площадочку выдел бы больше всего. Вот видите, лучше так. Давайте. Очень удачно. Хорошо. Техники совершенно не терпят суеты, спешки, неаккуратности. Классическая ошибка. Поклассление. И видите, у вас получилось тонкое свееподрение между заливкой или контуром. Все, ничего не уходит. Убрать обязательно. Так и только так. Просто когда вы оставляете такую светлую линию, наш глаз воспринимает вот такую вещь. Контурная линия, светлая полосочка, а дальше шепень. Одним единственным образом, что здесь проходит острое лебро. А там никакого лебра нет. Надо, знаете, как любое лебро, вы говорите, с этой стороны тень, выше него теневая полоса, а самое лебро какого цвета? Очень светлое. Поэтому, если вдоль контурной линии оставили вот эту полосу, а потом сделали заливку, все, ваши глаза вам скажут, что в этом месте вообще острие какое-то. А там никакого острия. И вовсе необязательно заливку открывать весь человек. Это понятно? Это прием, который позволяет отделить, взаимно отделить, одни части рисунка от других. А вот теперь смотрите. Вот теперь имеет смысл вот эту линию сделать более ярко. Вот так. И вот в этом месте как раз. Ребро проходит или не проходит? Проходит. Проходит. Как показать? Отправимую полосочку заливки вот так на линию. И все, его срок возникнет. Ребро. Ну вот видите, у вас рисунок совершенно другого качества. Если сравнивать с первым вашим, у вас существенно более качественный. Поставьте ему зубы теперь, а то он пока возглавляет без зубы. Вот здесь вот усилим линия. Смотрите, в этом месте проходит достаточно острый репро. Вот так. И вот здесь вот обязательно можно вот так вот темную опусть показать. Ну и вот здесь. Особенно, как часть в один совершенном. И посмотрите, что еще. Во-первых, вот этот бассейн. Смотрите, небольшие полоски здесь, белом. Ощущение объемности в верхней части возросло. Да. И теперь, конечно, по коронному зубу. Ну, смотрите, смотрите, как озвучка при этом получается. Вот, давайте все зубы, как вот здесь бы я более ярко гулять. Так. Так. Ну, вот тут вот здесь. До этого шва до этого шва. Так, а что вы не показали вот это вот? Ага, у вас вообще швовные. Давайте-то швы, во всяком случае, лицевые части. Поставьте-ка их. Коль, ну, вот я не знаю, что с тобой делал. Уже несколько раз сказал. Не надо так ярко. Ну, вот дальше, на этом поле. Можно ли показать какие-нибудь детали? Ну, ты использовал всю-всего карандаши. Ну, все, он карандаш, ничего другого тебе дать просто не может. Мне, на самом деле, досадно, потому что начало у тебя было очень хорошее. Давай-ка попробуем пластик чистить. Умеешь? Что называется очистка эластика. Понимаешь? Вот поработал и вот так опарку. Поработал, чист пластик обязательно. Потому что если его не чистить, он начинает не стирать и размазывать. Грифинг. Ну, попробуй вот вот это безобразие все-таки убрать. Мне кажется, ну, нельзя. такая хорошая работа была. Вот, во всяком случае, вот этот вот пол. Но я бы и вот этот вот участок вне глазницы тоже убрал. Подойди, посмотри, как остальные ребята работают. Подойди, посмотри, он лежит образцовая работа. Ведь специально же выложено в качестве образца. Вот, посмотри, где-нибудь так много карандаша, как ты используешь. Использовано? Это в двух местах. А все остальное? А ты на свою работу посмотри. Вот до этих чистей ты просто не добрался. Если бы я тебя не остановил, то они бы оказались такими. Когда тебе давали рисовать красками, ты тоже сначала что-то рисовал, потом брал и все замалил кулаком черным цветом. Красивый. Прогнал делать? Черный цвет красивый. Я не очень красивый, но в том, что ты все аккуратно замасляешь черным. Вот ты не черный. Малевич. Коль, ты просто блюешься в моргах. Как-то конкурентов он не терпит. А, понятно. я не знаю, как даже картина в синий цвет я не знаю, я не знаю, доставку. Сколько чехолков, столько дни, но это очень красивое сочетание. В сильном числе спокойствие, стремление. Вообще, сочетание – это красный, зеленый, желтый. Красный, зеленый – это самое контрастное сочетание. Мы и говорим о контрасте. Фиолетовый и оранжевый сочетание. Это контрастное сочетание. А у Коли черный с черным. Знаете, сколько оттенков черного? У нас были десятки. Я не буду сейчас называть, но у нас был набор карточек цветов. Тертиковки давали, это было 250. И каждый оттенок имел свое название. Я помню, на мой взгляд, было шесть абсолютно одинаковых черных, как мне показалось вначале. А потом, уже спустя 2-3 недели, я помню, что угольный антрацитовый графит – это совершенно разные цвета. Но это прошло время. Теплый, черный, холодный. Холодный, глянцевый черный антрацитовый. Или вот сажа. Она мягкая, наверное. Она мягкая, матовая практически. Есть и синий-черный. Но для меня это было много. Серых различает проще цвет. Только очень много смеси не только белого с черным. Капелька зеленого, капелька синего. Это совсем другие серые. А с черным было тяжело. У меня сегодня совершенно удивили вот эти сосуды. Они никогда были из-за ночи. Потому что они большие. Действительно большие. Для человека они маленькие. Так что тяжело. Подоглазничное. Нет, нет. В это я готов поверить. Нет, именно что вот. То есть как-то это получается, что можно, простите, кулаком волка взять по затылку, и ему будет плохо. Я не думаю. Я дело в том, что здесь достаточно большой еще слой мышц. Иначе бы он был полностью не двигался. Это были желательные, с кулакой. Даже вот это все был в большом слой мышц. Еще очень плотная кожа. Вспомните, из тех же самых бычьей кожи елые три дни. И свиная кожа она вообще очень плотная. Свиная кожа она сверху покрыта еще вот этой щетиной, которая достаточно плотная. Не, ну конечно, в доме там можно что угодно сломать, но все. Но защит этот хороший. Ну, посмотрите. Нормальный линейный рисунок. Помните, с чего вы начинали? Да. Ваша первая попытка по плану. А от этого уже есть на что посмотреть. Вот, Оль, очень хорошо. В таком состоянии и оставь. Доделывать будем дальше. Так? А на будущее. Дальше мы после зарывки еще с теневыми рисунками будем работать. Во-первых, начинать всегда с самого темного участка. И оставить даже самый темный не этот. Самый темный внутри плотницы. Вот здесь носовой вырезки. Если ты вот это серое пятно сделал самым темным, ты никогда не сделаешь носовой вырезку. Понимаешь? Потому что не спеша, а внимательно посмотреть, где на самом деле самый темный участок. Начинать с него и даже на этом участке не в полную силу нажимать на карандаш. Ну вот сейчас ты соглашаешься. Начнем теневый рисунок, я уверен. Но я уже твое такое особенность знаю. Буду стоять рядом и тебя отдергивать. Ну потому что жалко усилить. усилить сектор заливки вот здесь. Потому что пока объема глазницы не будет. Заткать с одним сторон, чтобы глазницы действительно с того куда провалились. Да, задания до этого этапа вполне достаточно. Немножко поиграем с вами с переходной техникой. Вот заливки птене. Ну вот это вот закрыт. Вам тогда легче будет собственно с теневой техникой работать. И отклакайте птене пальцами по карандашному рисунку. Мы вот сейчас взяли и вот так проверили пальцами бумаги. Не для этого. Поэтому вообще лучше не пальцами, а черними.